Ну чё, бомбануло мне окончательно с этого канала. Первое, да, видите, пчёлы это нечто. Тут вот у него второй ролик, почему отменить будущее. Один нормальный комментарий я увидел, да? Почему один коди забьеванулись там, да? Я тут поржался всего этого. А, господи. Я после зубного, у меня тут зуба нету, будет скоро новый. В общем-то, всё это будет рвано, через жопу я это замонтирую как надо, и получится всё конфеткой красиво. Я буду мутировать и меняться в кадре. Ну так вот. Те, кто не знает, говорю заранее. Пчёл я изучаю как пчёл, да, как пчеловодство 7 лет. Практикую я уже год пчеловодства, да? То, что в этом ролике я услышал и увидел, это пиздец. Почему я на это среагировал? Потому что просмотров охуеть, лайков дохуя, и другие пчеловоды всё-таки подбавляю. Ну а чё тут в комментах будет написано? Ну, а, ну это я тут время выделял. Люди пишут это пиздец. Где-то тут писали то, что в школе такого не преподают, то, что... То, что, блядь, в школе такому даже не учат, узнал больше, чем... чем в школе. Да, то есть... Мать моя женщина. Самка вылетает. Ескверь... Блядь, что? Раз... Бля... Еск... Е... Е... Чё, блядь? Это имеется в виду несколько, блядь, или только раз? Пиздец. Для спарения трутни нужны, чтобы поддерживать температуру для личинок, для сушки мёда, для... И... О, господи! Для охлаждения или согревания улей так что трутни очень важны. Три человека сказали, что это... Это охуенно. Спокойно. Я спокоен. Первостепенно. Я наблюдал целый сезон, да, за своим ульем. Трутни, так же, как и многие другие пчеловоды, говорят, что у них, да, у меня так же вылетали. Четыре часа с утра они вылетают, да, то есть, как только начинается лёд, трутни прут на утренний вылет, чтобы найти, кого жахнуть, да, то есть, это инстинктивная, базовая функция трутни. Поддержать вид. Вид должен выжить, да, они не передают никакие гены, да, всё идёт через королев. Всё, что в задаче Трутни, это гарантировать то, что ульи будут увеличиваться в количестве, да, то, что будет больше королев оплодотворенных, то, что королевы будут увеличивать ульи. Всё. Вылетали днём, начи с утра до дня, а потом днём до вечера. Они не сидят в ульи, а ещё они прилетают, чтобы их покормили. Всё, он прилетает с утреннего полёта, и начинает по улью бегать, дай пожрать, а его не пускают, ульи его чистят. У меня в ESH пчёлы, да, то есть они занимаются, у них воро-сенситив хайджейн, да, чувствительность, короче, к клещу, это гигиена, они начинают друг друга чистить, просто нон-стопом. Меньше мёда несут, зато ульи не нужно обрабатывать всякими септиками и другую херню. Да, ещё пчёлы общаются друг с другом с помощью сложного языка танца. Нет! Они им не общаются, это... Когда пчела танцует, это не общение, блядь, пчела трясёт жопой и делает поворот, да, то есть она идёт вверху так вот, да, а потом делает поворот. Это направление и расстояние до того места, где есть хавчик. Это то, что я как знаю, то, что я видел, да, то есть это ориентирующийся танец. Танец ориентирования. По задуманному движению пчела разведчатся, общает не только расстояние до ближайшего нектарностного участка, но и с удивительной точностью указывает направление к нему. Вот, да, вот именно это. Наводка и общение разные вещи, по-моему. Нет? Ладно, ладно, не суть. Одна чайная ложка мёда это труд всей жизни 12 пчёл. Как теперь жить с этим? Буду пить чай. Я не понял, как-то... Я даже не буду вздаваться в эти подробности, да? У человека на данном канале очень хорошо поставлена речь, да? Я до 7 минуты 20 секунды думал, что всё хорошо, всё верно, да? То есть вообще всё чики-пики, всё правильно рассказывает, но потом меня чё-то щёлкнуло, да? Я грузоварню. Я рассеянный очень, да, в последнее время, потому что тут до хера всякого гемороя, батарея, блядь, шумит, потому что котельная не настроена, ванну нужно поднять, тут штукатурить надо было, да? Поэтому я просто заходил на ролики, да, посмотреть что-нибудь про пчёлок, да? Как обычно, я смотрю Дёрт Рустова и... Джефф Харшов, по-моему. Да, то есть занимаюсь всеми такими делами. И Винофарм тоже смотрю. И поэтому я как-то не был сильно со среда дрочен, да, на том, что несётся. Несётся хорошо, правчёл, картинки с чёлкой, а! А вот вчера, да, короче, у меня было 18 часов бодрствования получилось из-за батареи, да, я пытался всё перейти на дневной, чтобы сегодня к зубному ехать, и у меня пасть сама не сгрозит, то, что я засыпаю. Я, короче, в Даркест Данжене дважды забыл тренки и один раз факела. В игре, где нужно брать факела. Гениально! Поэтому, да, сейчас мутан на 7,20 и вы просто охуеете. Да, то есть это, это дичь. Гнездо от проникновения вражеских пчёл. Иногда другие улей подсылают специальную пчелу-убийцу. Если ей удаётся ликвидировать матку, она переманивает остальных пчёл, и те безропотно вместе с мёдом перелетают на новое гнездо. Для защиты от таких вторжений охрана уля обнюхивает каждую пчелу. Все насекомые хранят уникальный запах улья в специальном углублении тела. Подлетая клетку, они предъявляют запах, как пропуск. Иногда пчела может залететь от чужой улей из-за потери ориентации или плохой погоды. Блуждающая пчела принимает позу покорности, и сторожа её пропускают. Боже, она... Блять, я наслужил даже дальше. Поза, блять, покорности, нахуй. Поза покорности. Поза покорности... Поза покорности, блять, это не поза покорности. Похуй. Пчела-убийца, блять, пчела-ассасин, которая убивает королеву и говорит всем пчелам пиздовать в её уле с мёдом. Вы когда-нибудь такую нахуй дичь слышали, дамы и господа, чтобы... первостепенно. Рандомно залетевшая пчела, да, ещё не факт, что её убьют, да, она может стать частью улей. Спокойно, такое бывает часто, да, то есть пчела залетела, ну, случайно залетела, да, боже, рандом. Её приняли, потому что у неё был нектар, жратва, всё дела, она, ну, плохо буду жить здесь. Какая разница? Королеве такая же, никакой разницы нет. Пчёл-убийц? Не существует... Нет, здесь пчёл-убийцы, да, формальный факт, да, это не ассасин пчела, да, не кластер какая-то пчёлка, а ассасин её послал другу улей убить королеву, чтобы набрать мёда. Ой, бля, я евал. Бывает, да, грейф, ну, не грейф, да, как это, ну, просто грабёж начинается, да, роберинг. Когда улей слаб, да, один, а другую улей сильный. И пчёлы со сильного улей понимают то, что слабый улей, он, ну, он не перекроет проход, и есть шанс, что можно поживиться хабаром, потому что запах мёда идёт, а а там почти никого нету, и они туда просто вкатывают толпой, блядь. Поэтому иногда леток, да, ну, иногда, по большей части всегда, когда улей только стартует, его перекрывают, да, делают маленький проход, чтобы пчёлы могли охранять. Вот это грабёж пчёл, да, и вот тогда могут убить королеву и разграбить весь улей. Но пчела, блядь, убийца, который залетает, нахуй, убивает королеву, говорит всем пчёлам, перелетаем на новый. Он же только что сказал то, что у пчелы у другой, да, запах. То есть, заметьте, как он сам себе, да, противоречит. Сперва он говорит то, что пчела одна залетает, убивает королеву и уводит всех пчёл, да, безропотно, покорно, вместе с мёдом на свой улей. А в другой раз он говорит то, что у пчёл есть запах свой, да, и их охранники не пускают. То есть, пчела берёт весь улей, тащит свой, но у них запах-то чужой, они подлетают к нему с мёдом и начинается битва, потому что, что правильно, у них другой запах, так что ли? Охуенный бред, блядь. Про то, что в начале ролика я молчу, что это единый организм, который разделён, это, блядь, сюрреализм и дичь. И, если бы не тот пиздец, который внизу, блядь, творится, да, я учусь в Нижней Школе в Украине, где преподают аттестат, я не знаю, есть ли он это, блядь, пизда, мне вот интересно, да, он это рассказывал в школе, ну, не знаю, в школе в Украине, да, своему преподавателю, то, что пчелаубийца существует, да, и то, что, если вы это посмотрите, это просто охуеть. если вы не разбираетесь в человодстве, можно быстро в это поверить. Где ты, блядь? Теперь про муравьев. Я ебал, муравьев я изучал тоже немало, но я даже не хочу знать, что там про муравьев. И я это не видел. Я это тоже не видел. Ни одни рекламные интеграции чертовски годный контент Нестори красавчик. Годный контент это умение промывать мозг. Ну, вот, если у вас рассеянное внимание, он, этот ролик вам промоет мозг моментально. не вижу, не вижу. Вот каким должны быть уроки биологии. Вот какими должны быть уроки биологии. Неточными, неправдивыми, нахуй. И как российские СМИ, наверное, блядь. С кучей всякой хуйней. Выходит, бимуви нам врал. О, мой бог, что же там будет за ответ? Аха, ну, вы сравнили детский мультик и реальную жизнь. Ахахаха, ну вы сравнили ролик на ютубе, бля, териальную жизнь. А? А? Как вам? Ой, 7 лайков. О, он ответил тут. Бимуви шедевр. Если пчелы противоречат мультфильму, значит, это неправильно пчелы несут сами, знаете, что. Хм. Но бимуви я не смотрел, потому что я нахуй не смотрю мультики про насекомых с момента флика и еще какой-то. Скоро у нас будет миллион, не дай бог. Господи, Министров Президента Улика России. Вот я посмотрю, он такой Президент, это будет повеселее, чем Навальный. На одном дыхании смотрится. Да, я согласен, на одном дыхании смотрится. Он стирает очень хорошо этот талант. Из-за правил ютуба один из роликов выбрали. Мне даже интересно, что там, бля, было. Потрясающие исследования потрясающий закон жизни пчел. Еще про зимовку. Пчелы не опорожняются в уле, они все это делают при первом вылете, поэтому пчеловоды первый вылет прячутся и прячутся и белье не сохнет. То есть пчел выходит все, что собирается зиму напролет. Без комментариев. А, вот я тут. Да, взял книгу учебник пчеловодца и вкратце читает ничего, но это может рассказать любой ПТО. Нужно матке более 10 трутней. В общем-то матка может сделать дохера трутней. Все зависит от того, какие соты, блядь. Да, там же ячейки определяются все-таки. Размеры ячейки один трутней, а другой. Можно сделать пластиковую рамку поставить, да, под трутни вывезти, чтобы туда заманить клещей и впоследствии избавиться от клеща. Я тут, да, задал вопрос, в какой книге по пчеловодству описывается пчела-убийца матки, что уводит или с метом к себе. Мне, блядь, ни один из этих упрутых, блядь, не ответил. Это то же самое, что на канале Навальному, блядь, задавать вопросы про то, как они, блядь, айпишники узнают и на каком основании им выдают, да, вот мой айпи-адрес, провайдер, да, если придут, скажут, я хочу айпи-адрес такого-то, такого-то. Мой провайдер не выдаст его. Во-первых, он пошел это нахуй, а во-вторых, если он выдаст, я подам на него в суд. Потому что у нас в договоре прописано то, что он, это личная информация, айпи-адрес, да, я на кофе смотрю, хочу хлебнуть, подождите. Что это личная информация, да, и он не может это выдать. Ну, на канале Навального так мне и не ответили, да, люди там поражали вместе со мной над тем, каким-то, блядь, окаром они все это проворачивают. Ну, и здесь такая же хуйня, да, что они не задавали этим долбоебам, они ничего не ответят, они как хомяки нахуй, идут вперед, даже если там обруф, они как мышки-лемминги под поиск прыгнут. Есть небольшие недочеты, но в основном все годно. Мне сказал еще про протрутовку и про трутни немного не... и про трутни много нервно сказал, запятой не хватает, наверное. Мемчелы отрывают крылья и вытаскивают из улья. Им пчелы отрывают крылья и вытаскивают из улья. Пчелы трутни крылья не отрывают. Трутни просто выгоняют к зиме. И он мирно и покорно умирает под ульем. У меня там столько их валялось. Не, ну, конечно, немного, ну, не перебор по проценту, а? Глаза как забегали! Но все же, я там ульи соединил еще. Пришлось. У меня, короче, пчел продали, да? Как, рассказываю, да? Магазин пчел продает их с 1 мая там по 10. Один из ульев передержанный был с 1 мая по 10 число. 10 дней этот ульи был закрыт. Закрыт и пчел не выпускали. Думаю, вы знаете, что бывает, если посадить пчел, блять, больше, чем на 3 суток в улье, не выпуская. Так еще и в каком-то, блять, ангаре. Возможно, хорошо, про это, возможно, нет. Он был металлический, я уверен, он нагревался, нахуй. А по качеству ульев я могу судить и по уровню агрессии с пчел, когда я их открыл, я могу сказать так. ангар был хуёк. Не, ну, пчел реально пиздели, навешали много, да. То есть, там, там, они в гневе, блять, были, когда мы их открыли. Я ожидал, что они будут спокойными, поэтому был без защиты, всегда не в эти защиты. Потом я уже в трусах спокойно к ульям ходил, да, пчел вообще не трогали, да, то есть, когда я их откормил, когда они привыкли ко мне, когда я привык к ним, да, когда уже были убраны самые обечеванные, да, пчелы, которые прямо ожесточились. Кстати, камера смотрит наверх, потому что там, блять, лампочка. Если я упущу, у меня камера будет лагать. Камера говно. Место красавчик рассказывает нам то, что мало кому известно это будет интересно, чем тупые каналы про игры, алиэкспрессы и прочую хрень. Лучше каналы про игры, алиэкспрессы и прочую хрень, чем недостоверная, дичайшая, нахуй, бредовейшая, блять, информация в моей жизни. Хуже дичи я не видел, а я смотрю много чего. Это про пчел просто, вы понимаете? Пчелы это удивительные создания информации про них. Аж на часов, не знаю, на два, может, на три часа, да, можно заснять уникальную инфу, да, то есть она не будет повторяться или как-то пересекаться сама с собой, да, в ролике. То есть вы не будете повторяться в ролике, все будет охуенно. И вы не спиздите. Он умудрился записать 10-минутный ролик нахер и не охуенно не застимлять по-моему на весь. Удивительно. Можно было бы спиздить контент с других роликов. Есть, да, там по королеву, да, как определяют королев, сколько, как отличить, почему одна личинка становится королева, а другая просто рабочей пчелой, да, с какого бодуна, да, сколько, как пчелы определяют, что такое гроэлджелли, да, маточное молочко у нас переведено, хотя это роэлджелли по-английски. Да, все это можно было намутить, прям, ну, ролик был бы забубенный, да, бомбезный и классный. Правильно это расставить, и хуй кто подкопается и скажет, что это спизжено. Никаких бы не было проблем, но нет, надо нанести, хуй не, не знаю, что, не знаю, что пчелы это так интересно, я тоже. Пчела Ассасин меня очень порадовала, у меня в голове только одно, это Ассасин Скрин, да, первая часть именно, взять оттуда картинку, блять, и пчелу нахуй, голову, блять, в капюшон пчела-убийца, блять, а как она, вот смотрите, у всех пчел свой запах, да, как пчела-убийца прокрадывается, не знаю, ассасин, но он в капюшон, думаю, как она, она, она насилует другую пчелу и забирает ее запах, или она как хитмен, да, такая, подлетает сзади пчеле хуяк, и она снимает с нее шкуру, надевает на себя и пошла, королева, я тебя, потом ее убивает, берет твой труп, выносит ее, нахуй, или пихает мусорный бак, или мясорубку, ой, господи, может, у меня пистолет с глушителем, утром еще подписался, но уже пересмотрел все видео на канале, господи, мне некоторых людей не жалко, наверное, что ли, естественно, отбор все должны, блять, сдохнуть, когда-то, чувак, воскресенье поздравляю, я не знаю, кто-нибудь, наверное, зайдет ко мне и скажет, что я завидую числу, но я что-то на канал подзабил, и вообще как-то похер, потому что мне тут нужно бабки рубить, да, и по моим расчетам, по идее, в следующем году я смогу сделать миллион двести, это важнее, пацаны, я говорю, мне нужно определенное количество денег, да, чтобы я мог спокойно жить, с процентов, да, не напрягаясь, зубы надо делать, да, бабки нужны, значит, будем сперва заниматься финансовой частью, обогащением, период дислокации, а потом каналом, а то так можно застрять, я тут на нейросетевом программировании немного еще повяз, и на искусственном интеллекте, хотя я учу сейчас правила самообучающего, саморазвивающегося, что ли, искусственного интеллекта, да, правила, как его делать правильно, а то можно собрать вирус, я чуть не сделал, опасно, господи, что, Нестор, скажи про теорию заговора, кто нами на самом деле управляет, неправильно, ну, некрасиво вот это написано, на самом деле, надо было поставить, и кто на самом деле нами управляет, это было бы литературно, фи, ну что, к тебе придраться, ладно, давайте я вам покажу, что, что говорится в начале ролика, дичь, хя, хя, втирает он, конечно, охуенно, Многие люди ошибочно воспринимают улей, как сообщество пчелиных существ, на самом деле, весь улей, это одно огромное пчелиное существо, одно бесформенное насекомое, которое почему-то анатомически разъединено, представьте, как вы лежите на диване, а клетки у вас даже, даже так вот рот открою, да, мне, кстати, может, наверное, прийти, какая-нибудь, типа, а-ля страйка, ну не страйка, а как это, типа, клейм, просмотр, статистика, ко мне тут уже один пришел от BBC, ну типа BBC, там, где пчелы боролись с этим, с Веспа Мандарин, или как там, японским шерстным, да, на тот маленький кусочек, ну, у меня монетизации нет, мне насрать, ну, в общем, вы поняли, да, про почему будущее отменили, я ей, кстати, лакану, это, и заметьте, это на дизеле больше, по соотношению просмотров, да, то есть, 158 тысяч, 28 на 1,4, да, то есть, я хз, как так, да, о, Винофарм, что-то снял новое, надо будет посмотреть, вот он, он по делу, да, но это англизичный, а теперь суть, что, меня бомбануло-то, да, давайте я вам суть расскажу, а суть простая, мы не любим нацистов, да, то есть, мы победили нацистскую Германию, мы бывшие, бывшая часть Советского Союза, да, мы знаем, Гитлер плохой, нацисты плохие, продвигать былые дирористские расы, плохо, да, то есть, это выдвижение фашизма, кажется, да, все дела, полный пиздец, да, плохо, но в пчеловодстве, да хуя нацистов, да, то есть, смотрите, если славянин, если, там, афроамериканец, да, ну, или нигериец, не знаю, как это сказать, да, афроамериканец, будем называть так, да, если там еврей какой-нибудь, да, индейец, это раса, да, вроде раса, да, или нация, или раса, не имеет значения, да, а если у пчелы, там, карника, среднерусская, или итальянка, да, или японская пчела, да, это порода, породы, не, нацизм, среди пород не бывает, у нас вот есть пчеловоды, да, которые говорят, надо поддерживать отечественную пчелу, среднерусскую, это, короче, пчела не кусается, не кидается, все, все отрыться, все пиздеж, поддерживать русскую пчелу, среднерусскую, да, типа, это наша пчела, ее надо поддерживать, сохранять вид, наверное, здесь, я бы сказал бы, это нацизм, да, потому что они говорят по тех, кто держит других пчел, что те плохие люди, там, ну, уроды, все в этом роде, да, на самом деле, я выбираю пчел по факту пользы, да, то есть, я не выбираю человека по расе, я выбираю человека по делу, да, по толку, если он, он старается, если он толковый, он может прогрессировать и пробиваться, то, значит, он заслужил, да, то есть, он молодец, пчел, та же херня, да, вот американцы, по-моему, 12 лет, да, впахивали, или 6, не знаю, не знаю, не помню точно, ну, а много они впахивали, да, от 6 лет, чтобы сделать свои пчелы, да, в есейдж, то есть, то есть, варо, сенситив хаджаин, да, чувствительность к клещу этому, да, чтобы они чистились, чтобы ульве не нужно было обрабатывать вратозом, варамором всяким, подымить их, блядь, ну, хуйню специально от клещей, заражать, ну, чтобы не заражать воск, да, и не морить, так сказать, расплод. Они этим, блядь, заморочились, охуеть, как? Чем занимаются российские пчеловоды? Поддерживайте среднерусскую пчелу. Все. То есть, что они сделали, чтобы поднять эффективность и окупаемость пчел, да, то, что если у вас там 300 ульев, да, ну, вам придется закупаться все-таки варамором и всей херней. А если выяснится, что у вас в улье, клещи, да, к примеру, ИВИП, да, вы субсидию на поддержание маточного поголовья не получите на этот улье. А если у вас половина ульев, там, из 300, да, это 150 кусков в трубу. Любой деятель, который с мозгами, да, многие говорят, страна не поддерживает нас, государственность не поддерживает, словно к вам должны в дверь постучаться и сказать, на деньги, делай хоть что-нибудь. Вам нужно пойти и все сделайте, вам, да, все дадут. Кстати, интересно, многие ли из вас знают то, что вам положен, там, сколько-то там кубов леса раз в 30 лет, по-моему, по закону Российской Федерации. Скорее всего, немногие знают об этом, но факт неопровержимый, да, лес положен каждому гражданину, достигшему, по-моему, 18 лет или 20, хер знает, не помню, не помню, какой возраст. И столько-то кубов там еще на строительство дома в деревне, если, не помню, не помню, при каких условиях. мы отходим от темы, так, возвращаемся. И поэтому, да, вот, я скажу так, если бы наши пчеловоды бы старались бы, да, как-то популяризировать наш вид пчелы, то не было бы такого ощущения, что они как нацисты. Все хорошо, а риск раз! А-а-а-а! Но выглядит-то это именно так, то, что все хорошо, а риск раз вот эту ручку повожу. Что-то я потерял мысль с этим, блять, лесом и с субсидиями. Да ладно, я скажу так, выбрал я пчелу с VSH, да, карнику. Да, мне повезло, они с VSH, я буду закупать итальянок тоже с VSH, потому что вид хороший, то, что полезный. Ну а здесь, да, там еще про пчелу, была фраза, документ, если пчелы вымрут, то мы потеряем все свои, своих природных обылитель, и у нас не останется еды, и мы все умрем. Все, что я могу привести в пример, это Китай. Сперва они ебнули всех воробьев, завезли новых. Хорошо. У них там есть провинции без пчел, но с яблонями. Знаете, как они хапыляют? Ручками. У нас на планете 7 миллиардов, мы не уступим пчелам в опылении. Да, потеряем одних и сделаем искусственно. Да, ватная палочка, тык, 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 из одного, цветочка в другую, тык, 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 да, именно так это работает. Я думаю, все опыляли огурцы там, да, кстати, само опыляющееся растение тоже есть и говорит то, что я не знаю, сейчас это уже не такая сильная проблема, хотя пчел, да, надо поддерживать и надо стараться все-таки как-то агрокультуру наращивать. Я сделаю следующий ролик про благотворительные организации а-ля Красный Крест. И поэтому те, кто досмотрел до конца, напишите внизу комментарий, как вы лично считаете благотворительная организация Красный Крест это хорошая организация? Она делает благо или она делает плохо? Я знаю, что вы, блядь, уже подумали здесь вопрос с подвохом. Нет, просто скажите, как вы лично думаете, да. Я сколько лет назад, 9 лет назад хотел начать заниматься благотворительностью и я подсчитывал сколько тогда зарабатывал Красный Крест, да, я знаю, я знаю, точнее знал, сейчас я не знаю, что с ним, да, я знал нескольких фермеров стран третьего мира. они мне много чего интересного рассказали, потом я провел пару исследований и было весело, поэтому просто скажите в комментариях, почему вы считаете Красный Крест то-то-то-то-то. Это будет интересный социальный эксперимент на нашем маленьком медленно развивающемся аутистском канале Картао. Кстати, как же, блять, меня заебали эти комменты, блять, Картао. Неужели в нашей стране образование настолько сильно нахуй упало, что, ну, невозможно придумать какого-нибудь нормального веселого, не знаю, оскорбления или комменты или шутки. Я их просто, блять, баню, потому что они так заебали, блять, они такие тупые. А мы тупых не приветствуем на канале, да. Тупой это не тот, кто не согласен с моим мнением. Тупой это тот, кто тупой. А, и потом я еще сделаю ролик, да, вот есть любимая фраза школоты, которая не хочет учиться. Кстати, я тоже был в этом числе до поряда времени. Почему студент должен знать все предметы, когда учитель знает свой предмет и не очень, да, там был такой мем с Дарья, да, и нем про это, типа, о чем мы должны учиться и знать все предметы, если преподаватель то и свой потолку то не знает. Проблема в преподавателе. Проблема не в том, что вы должны это знать, а в преподавателе. Я это все разложу, разгрызу, разжую, как следует, да. Это будет менее ленивый ролик, вот это вот творение. Но не скучайте, не болейте, да. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok